Киликийское армянское государство По второй половине 11 века началась массовая миграция армян в этот регион после потери государственности. Их собственная страна была завоевана турками-сельджуками. Фактическим годом основания Киликийского армянского государства считается 1080-е, когда князь Рубен, защищавший область Антитавру, заложил начало новой династии, став основателем княжества. После смерти Рубена в 1095 году престол наследовал его сын Константин, расширивший влияние за горы Антитавра. Главным врагом армян на тот момент считались турки-сельджуки, поэтому появившиеся в регионе крестоносцы рассматривались как потенциальные союзники. Например, армяне помогали рыцарям, провиантам и воинами во время осады Антиохии. В 1097 году Константин I в союзе с крестоносцами изгнал сельджуков из равнинной Киликии. За помощь, которую он оказал крестоносцам в их продвижении к Иерусалему, он получил рыцарское звание и титул маркиза. Торос I, сын Константина, в союзе с христианскими правителями Сирии, успешно воевал с Византией и турками-сельджуками, отстояв независимость своего государства. Рубениды постоянно поддерживали связи с европейскими династиями через посредство тех восточноевропейских государств, которые возникли как следствие завоевания крестоносцев. Еще в 1100 году Арда, внучка Рубена I, была выдана замуж за брата Гонфруа Булонского, Боэмунда графа Эдесского. Лев I женился на сестре Боэмунда Бурунского, а Рубен III на Изабелле, дочери Гонфруа. Наибольшего расцвета царство достигло при правлении Ливонии. Проваленный Третий Крестовый Поход и некоторые другие события сделали Киликию единственной значимой присутствующей на Ближнем Востоке христианской страной. Такие мировые силы, как Византия, Священная Римская империя, Папство и даже Аббасидский халиф соперничали за владение над Киликией. Каждый стремился стать первым, кто признает принца Киликии Ливона II из династии Хетумидов законным королем. В результате, 6 января 1198 года в городе Тарс он был коронован и провозглашен царем и германской, и византийской империями. На коронации Ливона II присутствовали представители и христианских, и нескольких мусульманских стран, таким образом подчеркнув значительные положения, которые приобрела Киликия. Армянское правительство бывало в частном контакте с крестоносцами и определенно оказывало содействие и в других крестовых походах. В середине XIII века на Ближнем Востоке впервые появляются монголы. Хетум I, внук Ливона II, заключил с ними союз. Монголы до принятия ислама обеспечивали защиту королевства от египетских мамлюков. С 1266 года Киликийское и Армянское царство фило почти бесперерывные войны с Египтом. После смерти Ливона V в 1342 году царем был коронован Иоанн Лузинянский, сошедший на престол под именем Константина IV. Однако он и его потомки восстановили против себя армянских подданных, пытаясь насадить католичество и раздавая лучшие посты латининам. Внутренние конфликты привели к тому, что в 1375 году в борьбе с египетскими мамлюками Киликийское царство потеряло значительные территории. Династия Лузинянов продержалась у власти до 1424 года, вплоть до падения Киликийского царства. Фактически государство прекратило свое существование после захвата столицей египетскими мамлюками. На месте королевства установился мамлюкский султанат. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. АВТЕМИ